Микс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Абонент доступен». Сегодня она в таком усеченном коротком варианте. Ее проведу я, Олег Пека. И у нас на связи по скайпу писатель, историк, культуролог, профессор Института журналистики и литературного творчества, член Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации, лауреат патриаршей литературной премии за 2018 год, Константин Петрович Ковалев-Слочевский. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Владислав Смиревич. Мы с вами встречаемся накануне вашего приезда в Ригу и в воскресенье в 17 часов в Полярисе. Можно будет встретиться и подписать книгу, которая вышла уже в издательстве «Молодая гвардия». Это серия «Жизнь замечательных людей». Она посвящена Николаю Чудотворцу. Вы обещали автограф-сессию и промывку мозгов. Что понимается под этим? В вашем фейсбуке такой оборот речи. Знаете, как оказалось, что свидетель Николая не только самый популярный святой, в принципе, во всем мире, а особенно в России. Ну, скажем так, в России прошлый, слегка и настоящий. Он еще и стал, условно говоря, виновником, в кавычках, того, что происходит у нас на праздновании во время Рождества Христова или Нового года. Потому что, как вы знаете, раньше отмечали Рождество Христово, так сказать, а Новый год это был языческий такой праздник, который мало кто вообще отмечал. И, собственно говоря, подарки приносился святой Николай, свидетель Николай Чудотворец. В советское время был придуман Дед Мороз. Вернее, он, конечно, в фольклорисе существовал и раньше, но он был как бы введен в государственном масштабе, как тот персонаж, которого нужно почитать. А он вынул, выдуманный, да, с некой снегурочкой, такой странной, и, простите за это слово, довольно педофилистичной дамой, которая играет девочку обычной идеей. И тот, и другой ходит в гости и напеваются, и они отмечают языческий праздник Новый год. То есть, таким образом сместился праздник, и сместился персонаж или герой. То есть, реальный епископ Николай Чудотворец, на всем мире называемый Санкт-Плаусом, и в это время, вот, был заменен Дедом Морозом. Вот так вот. Я знаю, что вы, это уже не первая книга в серии «Жизнь замечательных людей», это были посвящены Николаю Раевскому, и Дмитрию Бортянскому, и Евдокии Московской. Что для вас вот именно вот этот персонаж, этот герой означает в истории, в культуре для, вот, лично вас? Действительно, как бы, я написал некоторое количество жизнеописаний святых, это для некоторых отпугивающий момент, потому что, ну, он там занимается духовной литературой, ну, опять эти церковники, так сказать, хотят что-то там, нам, так сказать, в мозги вправить. Но одна из первых моих книг была о Саби Строжевском, ученике Сергея Радонежского, Сергея Жизаева, это «Звенигородский чудотворец», это очень интересная тема, и мы не будем ее развивать. Евдокия Московская, это та самая в России, которая основала в московском Кремле, Вознесенский монастырь, был собор, где были похоронены все княгини, великие княгини и царицы, которые в советское время, в 29-м году, были оттуда выброшены, все это было разрушено, и они до сих пор находятся в подвале Архангельского собора московского Кремля, да? Вообще-то досадно, что мы так почитаем своих великих деятелей истории. Да, там лежат, между прочим, шесть святых русской православной церкви, как-то и все, собственно, молчат. Между прочим, президент Путин взял и разрушил здание администрации за Спасской башней Кремля, чтобы восстановить этот монастырь. Но дело встало, неизвестно было причине, и пока стоит. То есть разрушение произошло, а устроения или построения нового нет. Потом появился Людмила Вячеслав Чешский, это знаменитые европейские святые, которых мы тоже почитаем, это 10 век. Вот, а святитель Николай, это наше все, как говорится. Не случайно в России называли его русским богом, и особо почитали. Одних только наименований, там, Николай был чудотворец, Николай Мокрый, Николай Зимний, Николай Вешний и так далее. Там чудеографические названия очень много, потому что он является образцом общемирового святого. Как говорил отец Павел Флоренский, что это образец общемирового святого. Он является не только добрым дедушкой, как говорят все дети, которые приносят подарки, но еще он угодник, потому что он всегда помогает, как считается, и кроме того, он образец священнослужителя. Он был епископом, и даже, возможно, архиепископом, но тем не менее, он образец священнослужителя, как такового. Вот это мировое признание. Например, я один пример помню. Когда мы отмечаем житие, скажем, события, связанные со святыми, мы обычно отмечаем дату кончины, или перенесение мощи, или обретение мощи. Но не Рождество, потому что мы, как правило, не знаем, или даты, и вообще это не отмечается. Есть только четыре Рождества фравославы. Это Рождество Христова, Рождество Пресвятой Богородицы, с которого начинается календарный год, Рождество Иоанна Предтечи, и Рождество святителя Николая Чудотворца и архиепископа Мирликийского. 11 августа по календарю. Вот такой парадокс, вот такое отношение к нему в России, особенно есть даже иконы псковские, где стоит святитель Николай, держит книгу с надписью «Евангелие от Николая». Представляете? И есть такая народная поговорка, которая существовала. А что будет? Она такая очень довольно страшная, не пугайтесь, дорогие радиослушатели. А что будет, если Бог помре? Ответ. А Никола святый, на шо? Да уж. Скажите, насколько было тяжело писать эту книгу? Я для наших слушателей напомню, что вы историк, вы ученик знаменитого Кобрина, и каждый раз, когда пишется биография исторической персоны, мы понимаем, что есть какой-то круг источников, на которые можно опираться, литература, которая используется здесь. Если мы говорим о житии святого, вот на что можно опираться, какие данные могут считаться, ну, исторически достоверными? Ой, есть много на что опираться. В этой книге использованы источники, приблизительно на семи языках, изданные по всему свету. Там большая библиография к этому приложена, это большая работа. И хочу сказать, что сейчас она облегчена немножко тем, что очень многие архивы, особенно Ватикан, выложили большое количество документов в цифре уже в интернет. И не надо ездить и сидеть в библиотеку и долго ждать, пока тебе дадут и искать. Единственное, что остается только в гигантских объемах текстов, находите на латинском, например, языке, нужный тебе фрагмент, на что уходит достаточно большое время. Но, тем не менее, поэтому источников достаточно много. Я хочу сразу внести поправку, что я не пишу биографии. Я пишу жизнеописание. Это нечто среднее между агеографией, то есть житием, и биографией, то есть прямым рассказом о жизни человека в современном его масштабе. Этот жанр очень важен, потому что его, собственно, изобрел Флорентий Павленко, когда изобрел серию шесть замечательных людей. А вот агеография, то есть когда мы говорим, что житие — это далекая от истории текст, как правило, так и часто и бывает, потому что в житии часто бывает очень короткая информация, нет ни дат, ни конкретных привязок ко времени, ни к месту даже каких-то привязок. То есть речь идет о духовной жизни человека. И вот историку нужно все это дело совместить с реальностью, каким-то образом доказать, что это было на самом деле. Ведь вокруг святителя Николаевича чудотворца очень много спор по поводу датировок. Мы точно не знаем ни даты его рождения, ни даты кончины. Почти все события, которые в протяжении его жизни случались, они все вот не датированы или приблизительно датированы. Поэтому вот эта книга посвящена в частности и тому, чтобы разобраться в этом вопросе и не просто так навязать читателю, что это было вот тогда-то. А я называю свой жанр историческое расследование. То есть мы вместе, читатели, договариваемся, что мы вместе пройдем к этому. Поэтому под заголовок этой книги «Хожение в житие». То есть мы вместе идем в житие, вернее, в варианты житий и пытаемся разобраться в них и прийти к какой-то месте. И это гораздо интереснее, чем просто получать необходимую информацию. Здесь я хочу, прошу прощения, что долго говорю, но очень хочу добавить очень важную деталь. Существовало несколько Николаев. Два епископа Николая Мирлихийских, которые претендуют на это житие. И сейчас, когда это все было разгадано уже в нашем, в 19-м веке, по этому поводу была большая полемика. Понятно, что нужно отделить одно от другого. Наш святитель Николай Мирлихийский жил в 4-м веке, а другой, например, Николай Потарский, он же, прошу прощения, Николай Пинарский или Теонский, жил в 6-м веке. И жития их действительно потом переписывались и сочетались, и сплетались. И вот отделить одно от другого и узнать, где настоящая правда, собственно говоря, есть большая работа. У нас просто люди дозваниваются в Риге. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Я напомню, что Константин Ковалев-Случевский, автор книги Николая Чудотворца, у нас на прямой связи. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Доброе утро, Александр. Да. Скажите, пожалуйста, вот поскольку вы писали книгу, очевидно, что вы многие факты, так сказать, поднимали, изучали. Меня интересует тот факт, который был в Самаре, когда девушка начала с иконой танцевать, так сказать, и прилипла к полу. Спасибо. Спасибо, да. Ну, насколько вот такого рода, ну, чудеса, ну, какие-то такие чудесные вещи, вот вы рассматриваете как историк, я понимаю, такой вопрос. Да, вы знаете, я сразу хочу сказать очень важную вещь, что если бы я стал заниматься перечислением или переписыванием чудес святителя Николая, то мы бы выпустили с вами приблизительно 50-тонное издание. Количество чудес, которые совершались или происходили, столь велико, что даже сейчас вряд ли кто ведет особый подсчет их, потому что, например, о Савве-Старожевском чудеса записываются в монастыре. Где у нас такой центр в России, где бы кто-то записывал все чудеса, которые случаются и в наше время. А их много встречается. Сами происходили совсем недавно всякие мелкие события, которые, ну, явно чудеса, так сказать, просто многие не придают этому значения. Есть Николаевский центр в Баре в Италии, есть центр в Соединенных Штатах Америки. Они тоже собирают какие-то сведения. Я не могу об этом рассказывать в книге. Например, свидетель Дмитрий Ростовский, который в 18 веке написал житие святителя Николая Угодника, Николая Меркейского, приводит какие-то чудеса. Они очень интересные, потому что некоторые из них в Древней Руси и потом в Средневековой Руси широко распространялись. Было целый набор главных чудес, там около 10, которые произошли и которые повторялись. Но рассказывать о многих часах я не могу. Только могу о тех, которые мне, например, очень близки или которые на меня произвели очень сильное впечатление. Но не знаю, есть ли для этого сейчас эфирное время. Но, к сожалению, очень мало. Вот скажите, пожалуйста, что вас больше всего поразило в этой биографии? Что, может быть, вам удалось нового, интересного открыть в биографии Николая Чудотворца? Меня поразило всё. Потому что чем ближе подходишь к понятию святости, не в смысле того, что ты её достигаешь, конечно же, недостижимые вещи, труднодостижимые вещи, а вот к такому человеку, тем больше начинаешь понимать какие-то вещи, что такое, например, духовная жизнь. Я буквально одним словом скажу, что я вдруг понял, что духовная жизнь — это реализация вот этого свободы божественного выбора. Каждую секунду человек выбирает между плохим и хорошим, так банально говоря, а говоря библейским языком, между пшеницами и плевелами или плевелами, то есть сорняками. Вот сейчас человек сделал хорошую поступку, потом ещё один хороший, а потом совершил какую-то мерзость или гадость, или опять... Так устроен человек. И вот люди запираются по лестнице в небо, есть такая икона изображающая, и вот люди падают сначале, в середине или в конце, вот уже руку протянули, уже вот сейчас вот, и всё равно не попадают в Царствие Небесное. Вот что такое святой человек? Святой человек, например, и святитель Николай, это тот, который всегда выбирает пшеницу. Всегда. Как это происходит? И почему это удаётся таким людям? Для меня это загадка. До сих пор. Это действительно чудо, настоящее. То есть это по... А жизнь Николая, я не буду её пересказывать, она потрясающая, потому что он просидел 10 лет в тюрьме, испытал пытки, еле... Римские тюрьмы были ужасны, потому что не было ни окон и двери, они были в пещерах, сидели мужчины и женщины одновременно. Представьте себе, его продолжал епископствовать и проповедовать. Он участвовал в Первом Никейском соборе, где принимался символ веры, которую все верующие поют в храмах. Он совершил такие чудеса, которые спасали даже Римскую империю и от голода. Он до сих пор является покровителем детей, мы знаем, в частности, детей, мореплавателей, и, как я говорю, воздухоплавателей, то есть все, кто летят в самолётах и переживают, молите святителя Николая, потому что авиалайнер – это тоже корабль, который только плывёт по морю. Вот, пожалуй, в двух словах я могу это сказать так. А скажите, почему вот эта фигура одинаково популярна как на Западе, так и на Востоке, то есть как будто бы это какой-то объединяющий человек, несмотря на различия между православием и католическим и другими ответвлениями христианства, вот она как бы единая для всех. Это поразительный факт, на самом деле, то, что вы сказали, это действительно так, и хочу сказать, что если бы такого святого не было бы, я прошу прощения за такую крамольную мысль, его надо было бы придумать, потому что должен был быть какой-то святой, который, видите, после Христа Спасителя, после Богородицы, после Иоанна Предтечки, вдруг появляется просто земной человек такой, ну, Айна Предтечки тоже был земной, но все-таки он как бы на другой высоте, он крестил самого Творца, а здесь просто человек, просто епископ, так как у них много было, священнослужителей тоже, и вдруг он является таким почитаемым человеком. Может быть, здесь сыграла роль вот эта история, связанная с перенесением его мощи, потому что, когда итальянцы в XI веке вдруг неожиданно собрались и выкрали фактически мощи святителя Николая Измиры Ликийских и перевезли в город Бари, казалось бы, что это чудовищный поступок, но, так сказать, глобально, если рассуждать, то они спасли фактически эти мощи, потому что османы наступали, и что бы они с ними сделали, мы не знаем. И вот хочу сказать сразу, что это был 1087 год, 1087 год, совершенно верно, а ровно через год-полтора, уже в 1889 году этот праздник перенесения мощей самыми первыми поддержали и стали отмечать в Киевской Руси, то есть в Древней Руси. Вот так мы сразу, хотя уже в церкви разделились, хотя уже православие с католичеством уже конфликтовало, однако мы поддержали и этот праздник торжественно отмечаем, до сих пор. Для нас это один из важнейших праздников. Удивительное событие. Николай как бы тогда мог каким-то образом сплотить, так сказать, христиан разных всего мира. А греки, например, не любят этот праздник, потому что они считают, что итальянцы украли мощи, потому что оставшиеся мощи потом забрали, как вы знаете, в Венецию, они лежат в ледо. Во всех этих местах мне довелось побывать, и в Демре, в турецком, в бывших мирах и в Бари, и в Венеции, и даже времени мы провели большую работу с местными католическими священниками по поводу того, чтобы доказать, что там лежит плечевая кость, она подлинная, которая имеет отношение к свидетелю Николаю, и таким образом восстанавливается полный скелет мощи его, который исследовали в 1953 году итальянские ученые во главе с Луиджи Мартино. Это очень интересная история, потому что сделали реконструкцию лица Кэролин Вилкинсу, профессор Великургского университета, сделали реконструкцию лица, мы даже можем тебе предположить, кто он был, грек, литиец, или может быть еще просто какой-то другой азиат, до сих пор очень много споров вокруг этого. То есть это действительно общий мировой, а теперь, когда ну не из Абрелинова его трансформировали в Санта-Клаус, он действительно стал общий мировым святым. Спасибо большое, к сожалению, вот у нас время закончилось, но я нашим слушателям хочу напомнить, что Константин Петрович Ковалев-Случевский в воскресенье в 17 часов сможет встретиться со всеми желающими в магазине Полярис, вход свободный, и там же вы можете и приобрести книгу про Николая Чудотворца, подписать и продолжить эту встречу. Спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо.